И у нас сейчас есть возможность выслушать каждого из них, и они нам скажут, что они думают о том, что происходит в Украине. Я вам хочу сказать одно. Предвыборную агитацию, свои жизненные позиции можно высказывать по-разному. Можно их высказывать таким образом, как сегодня вы все вместе. Я как бы тоже там где-то с краюшку был, но на сегодняшний день очень много есть проблем, которые скрыты, которые не видно. Вооруженным глазом тяжело оценить, что эти проблемы есть. Мы ими занимаемся. Мы никому не рассказываем о том, что мы что-то сделали как-то. Мы все работаем, найдем единый результат. Это чтобы Украина была независимой. Я не думаю, что многие, кто здесь находится в данной ситуации, имеют какие-то другие взгляды. Я вам хочу сказать одно. То, что вы делаете, то, что мы делаем, это все правильно. И это принесет в ближайшее время результат. Результат до выборов, после выборов. Я вам хочу сказать одно. На выборах жизнь не останавливается. Многие это знают, и многие могут смело выйти к людям и сказать что-то. Некоторых не воспринимают. После того, как люди ошибились. Один раз, второй раз, третий раз. И рассказывают о том, что мы это сделали нечаянно, случайно, по каких-то стечениям обстоятельств. Я вам хочу сказать одно. Я с вами. Все, что предлагают другие кандидаты, я готов с удовольствием подписать. Я готов дальше сражаться. Готов дальше помогать. Чем я могу быть полезен. Я вам скажу, я с вами. Слава Украине. Героям слава! И вперед! Каким вы видите город Николаев в будущем? Я вам скажу, что видение такое есть, возможности есть. Делается уже немного, вернее, немало. Я думаю, что если все так пойдет и кандидаты, так как здесь стоят и имеют с вами разговор и объединятся в дальнейшем, как бы не состоялись выборы, какие бы не были результаты, и они будут работать на город, то я думаю, что в ближайшее время вы все реально увидите, что город начнет оживать. После той власти, которая на сегодняшний день оставила нам город, и никто ничего не мог сделать, все знают, как было узурпировано и на сегодняшний день, что происходит в исполкоме. И это вакханалия. Я думаю, что мы вместе с кандидатами, может быть, по отдельности, но мы будем этот вопрос решать и в ближайшее время. Итак, первое, что вы сделаете, когда вступите на пост мэра. Прошу. Для того, чтобы граждане понимали, что нам досталось, то мы первым делом проведем технический аудит для того, чтобы понимать, как нам дальше с вами быть, что дальше делать, советоваться и принимать какие-то кардинальные серьезные решения. Прошу.